Итак, каким был тот день 70 лет назад, когда красноармейцы вытеснили силы вермахта из Минска? Об этом нашему корреспонденту Александре Кулаковой рассказал участник тех событий. Наконец, стремительным маневром войска 3-го и 1-го белорусских фронтов с севера и с юга ворвались на окраины Минска. На этих кадрах Минск, июль 44-го, встреча героев. Но в этот момент операторы снимают так называемые вторые эшелоны. Красноармейцы, которые первыми выбивали оккупантов из белорусской столицы, в объективы видеокамер не попали. В это время не двигались дальше, на запад. Александр Фень был в первом эшелоне, то есть среди тех, кто освободил Минск и продолжил наступление. Каждый год 3-го июля Александр Федорович приходит в центр Минска, сюда, к танку Т-34. На такой машине он сам освобождал город, в котором прожил всю свою жизнь. У нас батальон, 21 танк. И мы до Раково, западнее Минска, дошли только тремя танками из 21. Вот такие были большие потери. Но мы еще большие потери нанесли врагу. Борьба за Минск была стремительной. 2 июля к городу подошли танковые корпуса фронта Рокоссовского. Впрочем, к этому моменту вермахт тоже усилил свои позиции. Прибыли резервы. 5-ю танковую дивизию под командованием генерала Деккера перекинули сюда с Украины. Но немецким войскам это не помогло. Уже на рассвете 3-го июля советские танки ворвались в город, а за ними пехота. Бои здесь шли за каждый квартал. Перед отступлением противник превратил Минск в руины. Из крупных зданий уцелели дом правительства, дом офицеров, театр оперы и балета. И то гитлеровцы начинили их взрывчаткой. Фашисты не успели, потому что боялись, что их и тут замкнут в Минское кольцо. Они боялись этого, поэтому не успели все как следует сжечь, а уходили. Потом на востоке и юго-востоке Минска красноармейцы взяли в кольцо группировку противника. Это сражение вошло в историю под названием «Минский котел». В нем сварилось более 100 тысяч оккупантов. Последняя радиограмма командованию группы армий «Центр» от них была полна отчаяния. Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы уже списали нас? Минский котел сильно проредил немецкую армию. 70 тысяч убитых, 30 тысяч пленных, среди них 12 генералов. Освобождение Минска и дальнейшее наступление на запад было частью операции «Багратион». Она продлилась два месяца. За это время советские войска освободили Беларусь, часть Прибалтики, восточные районы Польши. Все эти тысячи километров дорог прошел и Александр Федорович, за что получил 7 орденов и больше трех десятков медалей. Не все помещаются на его военном кителе, часть хранится в отдельном ящике. Вот они, остальные. За годы войны Александр Федорович уничтожил 12 немецких танков. Четыре раза был ранен, дважды горел. А когда начали стрелять, то уже меня не попали, потому что я упал, перекатился, поднялся, пробежал, опять упал, ну, как и полагается. А после войны еще одна победа. В 45-м он встретил Ангелину Николаевну, свою будущую жену. Сниматься она не любит и всегда просит показывать только его, своего героя. Это сколько вы лет уже вместе? Мы уже 68. 68. А знакома уже будет на тот год 70 лет. Александр Кулаков, Алексей Агинко, Вадим Трусов. Вместе. Минск. Беларусь.